Добрый вечер, дорогая церковь. Скажите, пожалуйста, всем известен стих из Нагорной проповеди Матвея 5, 8. Блаженный чистое сердце, ибо что они? Узрят Бога. Тема сегодня о нашей лекции, нашего размышления чистота христианина. Согласитесь, с чего начинается чистота христианина? Со всего, да? Она состоит из чего? С чистоты помыслов, правда? С чистоты слова, да? Что еще к этому относится? Чем питает себя человек, правильно? Как физически для плоти, так и духовно. Конечно, это составляющая и физическое здоровье, это гиена тела. Но чистота духовная важнее телесной. От чистого сердца чисто зрят очи. Чистота души – лучшая красота, гласит народная мудрость. Правильно, есть такая еще поговорка. Встречают по одежке, да? А провожают. Потому это необходимая составляющая. Святое, наша Библия учит нас чистоте духовной, чистоте сердца. Потому что если наше сердце будет чисто, какие чувства будут исходить из него? Чистое, правильно? Но в современном мире сейчас большинство людей не соблюдают эту чистоту, ну и физическую, физическую. Понимаете, ведь сколько искушений сейчас. Ведь даже для… Мы не берем алкоголь и всякие непригодные напитки для нас. Но даже вот люди, которые живут вокруг, они поедают порой, поедают, простите, непригодные вообще в пищу. Но сделаю оговорку, точно так же относятся к нам, верующим, заниматься чьего угодием, тоже стараться соблюдать даже то, что разрешил Господь нам для приема в пищу, тоже в этом быть контролировать. При этом всем дьявол, который это наш враг, что он сеет в нашей душе? Безбожие, гордость, эгоизм, сребролюбие, аморальность, паразитизм, чародейство, чревоугодие и прочее-прочее непригодное, благодаря чему мир превращается в болото зла и нечистоты. А люди, которые идут за дьяволом, они станут с его собственностью, они погрязли в этом всем. И в результате всего это ему идут к тому, что земля и все дела на ней сгорят. Но несмотря на такое катастрофическое состояние, Господь предложил свою любовь для этого мира. Своей Нагорной проповеди Христос превозглашает один из основных духовных критериев, посредством которого человек может обрести блаженство, жить вечно с Богом в Его небесном царстве. Блаженны и чисты и сердцем, ибо они Бога узрят. Все люди на земле, божьи творения, вне зависимости от того, как живут эти люди, и Господь их искупил посредством пролитой крови на Голгофе. И Он призывает каждого человека покаяться в грехах и получить спасение от вечной смерти. Бог очищает сердце кающегося грешника от всяких грехов. Таким образом, приходящий человек к Богу получает чистое сердце. И как своего рода визу, кто сюда приезжал, визу оформлял, такую земную для въезда в страну. А таким образом Господь дает человеку чистое сердце, как бы визу для того, чтобы войти в Царство Небесное. Христианин, который исповедует живого Бога, он его исповедует не только в молитвах, правда? Он не только входит в церковь, он живет, он и проповедует окружающему миру, правильно? И он должен быть чистым сосудом. Он вдохновляется Богом, исполняется мудростью, силой, исполняет повеление Божье. Сосуд Божий обязан полностью, постоянно очищаться от всякого рода духовного шлака, чтобы быть сосудом чести, освященным и благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело. 2 Тимофея 2, 21. Нечистый сосуд не может быть пригодным ни для чего. Господь отвергает, как бы не может находиться Дух в Божьей нечистоте. Это большая трагедия, которая простегает христианина, заблуждающегося, невольного грещащего, но думающего, что он служит Богу. В глазах Божьих таковой является скверненным сосудом, и святой Бог не может его употреблять. Это очень важно каждому проверять себя, вопрошать Господу, Господи, на правильном ли, на верном я пути, чтобы в своем заблуждении не отдалиться и не стать непригодным, нечистым сосудом. Чистое чадо. Чистота христианина, это не является самоцелью, которую он преследует в духовной жизни. Ведь усовершенствование христианина, вы же все знаете, полного посвящения, оно продолжается как? Преображение, усовершенствование. В течение всей жизни, правильно? Ведь как часто бывает, открываешь Библию, прочитываешь что-то и понимаешь, что ты, прочитав очередной раз этот открывок из Библии, Бог открыл тебе что-то новое. Ты совершенствуешься, ты говоришь, как интересно. И это очень важно, потому что мы сможем отобразить святой облик Иисуса. Ведь это труд, это сложный путь в течение всей жизни, в ходе жестокой борьбы против козни греховного мира, против всякого рода сатанинских искушений. Сам без силы Божьей в одиночку человек совершить ничего доброго не сможет. Вы свет мира, так сказал Христос. Матвея 5,14. Но мы лишь отражаем свет Христов во тьме греховного мира. Источником нашего света является сам Господь. «Я свет миру» Иоанна 8,12. Но чтобы ясно и эффективно отражать свет Христа, нам необходимо быть сосудами чистыми, как духовно, так и телесно. Тогда лишь мы сможем сиять ярко, освещая всю землю, землю окружающих нас людей и их дела. При таком свете люди увидят, что не заражены неизлечимой проказой греха, которую может очистить лишь Господь. Проказа, как еще в Библии называлась эта болезнь? Лепра. Это, казалось бы, и победил ей болезнь, но по поводу проказы я сделаю маленькое отступление. Она, к сожалению, существует и сейчас не снята, она до конца не выяснена причины, но найдены эффективные антибиотики, которые лечат. И сейчас такие, да, есть сейчас такие больные, даже в нашей Украине один единственный лепрозорий, который сейчас поставлен вопрос, его закрыть хотят. Но людей просто давным-давно не исследовали правильно, допустим, в Украине, уже данные беру по Украине. Но поскольку мы живем с вами в Северной Америке, да, большой процент заболеваемости проказа есть в Южной, в Бразилии. Ученые также связывают это с тем, что передача не только контактным путем, но и через землю. В основном это теплые страны, они ходят босиком, и возбудитель находятся в земле. Это к тому, что тоже говорит о чистоте и призывается, Господь напоминает нам, да, быть чистыми, соблюдать элементарные генические правила для того, чтобы даже иметь защиту от, казалось бы, таких страшных болезней. Нам надо быть, как Господь нам определил, чтобы вам быть неукоризными и чистыми, чадами божьими, непорочными среди стропсивого и разращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Филиппийцам 2.15. Также как церковь, мы составляем божье наследство, как отдельный каждый член церкви, как церковь таковая, и мы наделены статусом детей божьих, которые являются наследниками Царства Небесного. Чтобы сохранить этот святой статус ко дню восхищения церкви в небесной обители, ее членам необходимо тщательно сохранять духовную чистоту Духа, Души и Тела, ибо только духовная чистота может сберечь церковь целой и невредимой, а ее членов от пагубного растления, греховного скверинения, ведущих к отделению от Бога, ибо всякий грех несовместим с Божьей святостью. Следовательно, чистота христианина предполагает и приводит к наследству нетленному, чистому, невядаемому, хранящемуся на небесах для вас силой Божью, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 1 Петра 1.4.5. Все эти... Господь столько оставил наставлений, столько Господь... Почти вы можете в многих местах Библии прочитать о чистоте, ведь Господь хочет, чтобы мы реально были чисты и Духом, и Телом, и очень важно быть в союзе с Господом, потому что без Бога мы не можем ничего, мы слабые люди, поэтому Господь так заботится, так хранит. Чистое Слово Божье. Библия является главным средством, питающим Церковь в процессе ее созидания и духовного роста, а также сохраняющим ее чистоту и божественный статус, наследницей Царства Небесного. Как новорожденные младенцы, «Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». 1 Петра 2.2. Слово Божье мы должны воспринимать с любовью, питаться, насыщаться им радостно, и как дети, да, порой дети просят сладкого, но при всем при этом очень полезно кушать фрукты, поэтому Господь заповедал нам изучение Библии для того, чтобы быть чистыми. «Живя в греховном мире, в бренном теле, мы порой в той или иной мере невольно заражаемся вирусом греха. Господь предвидел вероятность такого заражения, его искупленных детей, но жертвенная смерть Иисуса Христа и пролитая им кровь на Голгосском кресте очищает всякого кающегося грешника от всех грехов, как в момент его покаяния, так и после покаяния и обращения. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1.7. В заключении этой части я хочу отметить, что чистота христианина, чистота его души и сердца является решающим критерием его прошедшей, настоящей и будущей жизни. Здесь также можно привести повторно слова Иисуса Христа из Нагорной поповеди, где он дал ясное, исчерпывающее определение того, какими должны быть те, кто желает наследовать Царство Небесное, блаженное и чистое сердцем, ибо они Бога узрят. Сейчас в продолжении нашей темы. Скажите, пожалуйста, что вы такого слышали о коронавирусе, который сейчас у нас есть о том… Что слышали? Что это такое? Вирус. А что больше? Кто-то может сказать? Пневмония. Ну да, это и пневмония, это вирусное… Да, это вирус, который сейчас… Локация огромная, и первый источник заболевшей человек, это появился Ухань, Ухань, это Китай, провинция Хубей. И на данный момент заболевших 73 335 человек. Из этого количества 1873 смерти. Но уже 12 887 человек выздоровело. И когда я подготавливалась, то подбиралась основной информацию, то даже есть выздоровший 90-летний дедушка. Чем опасен этот вирус? Как говорили, как бы сейчас один случай, если Нойси в Америке, человек приехал из Китая, потом почувствовал себя нехорошо, и выявили там. Чем не очень сложно? Вот сейчас ученые там, врачи в Китае и как бы по всему миру. Чем сложно выявить, что именно это коронавирус? Потому что когда для определения штамма вируса берут смазки, и по анализу на частичке РНК, то выявляется тестом РНК для того, чтобы определить какой-то вирус, то в этих не работает эта система. Сейчас более актуальна томография. Когда я делаю томографию легких, тогда точно более конкретно выявляется, что это коронавирус. Что такое коронавирус? Это островирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Коронавирус является зонозной инфекцией. Он передается людям от животных. Это подвожу к тому, что, как Господь нам сказал, угодно потреблять в пищу. Как он к нам, этот вирус как попал к человеку? Потому что есть такое животное, панголин, и оно очень популярно в Азии. Они используют и его чешую. Это чешуя, естественно, такое животное. Хотела вам показать файл с его выражением, но к тому, интересно, можно посмотреть в интернете. Это очень, как приводится в сводках, это огромное количество было убито этих животных, очищено чешуей. И он также было подтверждено, что он является источником этого вируса. И человек, когда обрабатывает, и когда потребляет, и получается заражение. Точно так же есть сведения о том, что это пришло через летучих мышей. Люди едят летучих мышей там. Для нас это вообще неприемлемо. Ну, знаете, ну, скажите вам сейчас вот взять какой-то вот, ну, а там вообще, ну, если посмотреть в Азии, допустим, они едят, даже не хочу все перечислять, ведь много нечистой пищи. И почему идет заболевание? Потому что люди потребляют непригодное, нечистую пищу, которая вот таким вот образом люди умирают, и это следствие неправильности жизни. Этот коронавирус, да, он идет, как бы в принципе, клинические проявления у него могут быть такие же, как и при обыкновенном, температура. Очень важно, очень важно замечать, конечно, сейчас, особенно если чувствуете недомогание или были контакты непонятно, предположительно, вы точно не можете предположить. То есть это, пока что случаев тут таких нет у нас, но это, в общем, общая профилактика. Это что мы делаем? Моем наши руки, правда? Стараемся, если мы в общественных, он воздушно-капельным, конечно, путем передается, фекально-оральным, но все равно, он как бы через ручки, двери, но все равно, лишний раз находясь в общественных местах, нежелательно тереть уголки рта, глаза, как бы трогать нос, потому что, ну это, в общем, это профилактика для всех, это элементарная гигиена. Поэтому, он, очень, очень много мифов сейчас, конечно, в интернете, но этот вирус, он не может жить вне, никакой вирус вообще не может жить вне. Что такое вирус? Это молекула ДНК с оболочкой, и все, и хвостик у вирусов порой бывает, для того, чтобы перемещаться. Они не имеют, им нужно, они, чем интересны вирусы? Существует на их поверхности, существует такой специальный код, они, подходя к клетке, проникают в клеточную мембрану, уходят в клетку, являются паразитами, для того, чтобы этот вирус жил, он не может. Частички вируса, да, находят на поверхностях, где были заболевания, но так он не может жить. Через бананы, фрукты он не передается, он только передается, если от больного конкретно уже человека, носителя, как бы, может быть человек быть небольным, есть еще такая категория людей, есть просто носители, которые явно клиническую симптоматику не проявляют, но носителями являются, и могут заражать других людей. Поэтому, я же говорю, что есть и то, что через бананы, через бананы и фрукты он не передается. Поэтому надо избегать контакта с дикими животными. Вы знаете, вот как очень похоже, вот у нас сейчас начался новый курс у меня, и у нас преподаватель новый, и вот как раз вот тема, видите, совпала, у нас защита в Америке, как идет, это вот инфекционных заболеваний. И вот почему я делаю на этом ссылку, потому что преподаватель сделал конкретную ссылку на то, что надо избегать белок, потому что белок тут очень много у нас, и как бы, как правильно по-английски произносит, белки тоже, я знаю, что у меня вот знакомые рассказывали, что они белку кормили с рук, потом что-то она ее укусила, как бы даже вот для нас, как бы в любом случае, даже безобидная белка с хвостиком тоже должна обмануть, на всякий случай лучше белок тоже не трогать. У людей восприимчивость к коронавирусу очень высокая, почему? Потому что когда вирус прошел через тело летучей мыши, это ученые доказали, мутирование цепи генетической информации РНК произошло так, что очень оно близко к генетическому геному летучей мыши человека, и это способствует тому, что когда человек контактирует с этим вирусом, очень высокая вероятность заболеть, поэтому это вот как бы нужно, ну еще раз, почему он такое дает эпидемию, потому что он очень, люди восприимчивы получаются к нему. Какие вот клинические проявления? Вообще-то по поводу самый большой инкубационный период с момента заражения до появления первой симптоматики 24 дня, но в принципе ученые, врачи всего мира, они считают, что это от 4 до 14 дней, поэтому, как я уже перед этим говорила, человек может быть носителем и может заряжать других. Что какие характерные симптомы, боль при глотании, ренит, головная боль, кашель, проявление гипоксии, повышение температуры, озноб, мышечная боль, в принципе, это со многими симптомами просто классического гриппа, но это является симптоматика коронавируса. Поэтому, да, тут еще указывается, что сухой кашель, слабость, повышение температуры. У некоторых пациентов отмечается поражение глаз, конъюнктивит, диарея, поэтому при тяжелых формах состояние пациента быстро ухудшается, поднимается очень высокая температура, появляется непродуктивный упорный кашель, развивается дыхательная недостаточность. Как я уже говорила, процент, процент идет, вот смотрите, заболела 80, по течении болезни, по симптоматике, 80% заболевших людей, они в легкой форме переболели, 14%, так, чуть-чуть посложнее, средней, можно сказать, тяжести, 5% было тяжело, критически были люди, и 5% заболевших, это летальный исход, это 1873 смерти, что очень, что очень жаль, что умер главврач, вот именно этой больницы, которая в Ухане находится, он с первого момента боролся с этим вирусом, сейчас настолько интенсивно, да, закрыты полностью, это провинция, там 200 тысяч, допустим, сельских общин, в аптеке нужно предоставить, все контрольные пункты, все, семьи закрыты дома, один человек из семьи в течение нескольких дней может сходить купить необходимые продукты, в аптеке фармацепты проверяют паспорта, откуда человек, и что, потому что, если пришел за лечением конкретно вируса, поэтому настолько вот ужесточили все эти правила, конкретно там есть карантин, как бы стараются, но что позитивное очень в этом все, что за последние две недели пошло значительное снижение количеством заражения заболевших, и как бы прогноз существует такой, к апрелю месяцу должен пойти спад, как бы симптоматика, вся эта, все это клиника, все это, да, люди должны контролировать, проверять, не паниковать, естественно, опять-таки, сделаю ссылку на то, что личная гигиена, защита, это ваша защита от всех болезней, в частности, и от коронавируса, стараться, да, не посещать, поменьше, поменьше общественные места, но сейчас достаточно, достаточно вирусов и простого гриппа, и есть вирус Кавасаки, который тут называется, американцы его называют, вирус рта, ладони и ног, ну, а это также у него, тоже сейчас активно ходит среди деток, который, чем, я одно скажу, симптоматика, чем он отличается от обычного вируса, тоже все симптомы, но пузырчатая, пустулезная сыпь идет по слизистым, и межпальцевые пространства, складки поражаются, как бы сейчас этого достаточно, это в Лос-Анджелесе конкретно есть, поэтому мыть руки актуально, поскольку детки болеют, и являются, как я уже говорила, чем опасен человек порой может быть, вы же не знаете, явно клинических проявлений нет, но с окрасного, как мы говорим, ой, сторонитесь, избегайте контактов, но если вы видите, человек чихает, там рот, это понятно, очень бывает, человек бывает очень с высоким уровнем иммунитета, и вот он столкнулся с возбудителем, с вирусом, вступил в контакт, но до момента иммунная система сильная, она борется, но он уже выделяет, он является носителем, он в окружающую среду выделяет этот вирус, и он опасен тем, что вы не знаете, вы проконтактировали, кто если сомневается, если какое-то першение, самый простой элементарный способ, это, кстати, вот сколько я сидела на приеме с больными детьми, я не болела, если чувствуешь какое-то недомогание, элементарно дома, соль, прополоскать горло, хомул посерьезнее, можно капельку йода добавить, это те простые способы, аромамасло подышать, желательно увлажнять до воздуха, можно сейчас, я очень предпочитаю увлажнение, аромамасло используем, апельсин, лимон, ну каждому по кому как, эвкалипт очень хорошо, просто дышать дома, это и защита, и чистота, и слизистую, поэтому, сейчас, да, такой период, в любом случае, напоследок такой вот факт, скажу, вот в Ухане, допустим, в Китае, они берут даже эти деньги, которые конкретно пришли, контролируют с этой провинцией, они их обрабатывают ультрафиолетом, и откладывают на потом, Всемирная организация здравоохранения планирует выделить 700 миллионов долларов на борьбу с этим вирусом, ГЕИС, допустим, уже выделил 100 миллионов долларов на лечение для всего, для локализации, для устранения проявлений всего этого, с этого вируса, для упразднения, чтобы меньше он распространялся, допустим, в самом только, представьте, какая вот богатая страна, только Гонконг, 3,3 миллиарда долларов выделил на лечение, на все это, на лечение, на профилактические меры. Как итог сегодняшней нашей лекции, опять-таки, хочется сделать ссылку на то, что Господь нас хранит, Господь в любом случае, даже, и я в этом уверена, кто заболевает, если, несмотря там, коронавирус, просто вирус, мы всегда можем ограбиться к нашему Господу, Господь наш Творец, Господь наш Создатель, и я верю, я уверена, что всегда, в любой ситуации, Господь поддержит, Господь поможет. Спасибо за внимание. Может, есть у кого-то вопросы? Спасибо.